Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этикет представителей коренных народов Австралии и как это делать Также сегодня послушаем очередной выпуск экономического подкаста доктора Геннадия Казакевича из Университета Монаша В этот раз он расскажет о том, почему в Австралии возвращается инфляция И поговорим о мероприятии, которое скоро пройдет в Мельбурне Это уикенд, который называется Open House Когда множество исторических зданий, а также новых необычных зданий открывают свои двери для широкой публики В этом году в этом мероприятии впервые очно, не онлайн поучаствует и русский дом в Фитцрое Оно очень старое Оно было построено в 1884 году Изначально оно не принадлежало русскоязычной общине Это было здание Friendly Society, Фитцрое и Коллингода И представляло собой в Беспенсере По-нашему такая большая, серьезная аптека Послушайте СБС на русском языке С вами Ирина Бурмистрова Награды национальной недели «Найдок» отдают дань уважения первопроходцам из числа коренных народов, внесшим судьбоносный вклад в жизнь своей общины Это одно из крупнейших событий для представителей аборигенных народов и жителей островов Торосова пролива В этом году вручение наград прошло в Аделаиде Подробности по материалам SBS News Достижения десяти представителей аборигенных народов и жителей островов Торосова пролива были отмечены наградами «Найдок» 2024 года Вручение наград, которое проводится каждый год в июле отмечает выдающееся достижение представителей коренных народов Министр по делам коренных народов Австралии Линда Берни поздравила каждого из победителей, выбранных из 28 финалистов Она подчеркнула, что тема этого года «Блэк лауд энд прауд» «Черный, громкий и гордый» актуальна как никогда И как говорится в теме «Найдок» поддерживайте огонь горящим Это лучшая тема, которая только может быть Пусть огонь горит черным, громким и гордым В этом году для нас важно собраться и отпраздновать выдающееся качество Поразить всех старейшей продолжающейся культурой в мире 65 тысяч лет стойкости и 65 тысяч лет величия Тетушка Дульси Флауэрс посвятила свою жизнь защите здоровья аборигенных людей и жителей островов Торосова пролива и получила национальную премию за выдающееся достижение в знак признания своих заслуг Жительница островов Торосова пролива начала свою карьеру в сфере здравоохранения в качестве дипломированной медсестры а позже помогла основать медицинский центр для аборигенных людей в Редферне Флауэрс сыграла ключевую роль в кампании референдума 1967 года которая выступала за то, чтобы коренные народы учитывали в переписи населения и считались частью населения Австралии Она говорит, что это награда для всех ее коллег Раньше мы наблюдали, как люди получают награды со всей Австралии и мы думали, когда наступит очередь Редферна получить что-то Так что теперь это тоже тема Редферна поддерживать горящий и черный огонь, громкий и гордый И я думаю, что у всех нас были громкие голоса и наши голоса были услышаны Человеком года наедок стала тетушка Мюрил Бамблетт, старейшина Йорта-Йорта Она исполнительный директор агентства по уходу за аборигенными детьми штата Виктория с 1999 года и выступает за то, чтобы дети коренных народов воспитывались в рамках их собственной культуры Особое внимание она уделила тем, кто работает на государственной службе Всем людям, которые работают на государственной службе Всем людям, которые каждый день служат нашему народу в сфере политики, образования, правосудия Борьбы с насилием в семье, защиты детей Я уважаю вас, потому что эта награда была бы невозможна без совместной работы во всех этих областях для достижения лучших результатов Ким Коллард был назван старейшином года мужчиной Ким сначала работал котельным мастером и офицером полиции в Западной Австралии Затем на 10 лет влился в академическую среду в университете Кёртина А после основал два крупнейших австралийских предприятия, принадлежащих коренным народам Кулбарди и Куя Australian Fleet Services В 2014 году Ким основал фонд Be Bull Moon Благотворительную инициативу под руководством представителей коренных народов направленную на формирование позитивных изменений со стороны аборигенных людей в интересах аборигенных людей Фонд собрал 1,4 миллиона долларов для поддержки 19 благотворительных организаций по всей Австралии В аборигенных общинах немногие из нас родились с серебряными ложками во рту Мне посчастливилось основать два очень успешных предприятия Кулбарди и Куя Australia Fleet Services Это позволило мне основать наше собственное благотворительное подразделение, благотворительный фонд И именно этот фонд, созданный в 2014 году, всегда был предназначен отдавать И мантра всегда была в том, чтобы помогать в долларах Общей темой награждения было поддержание огня для молодежи В центре внимания молодежи коренных народов был теплый прием победителя премии «Молодой человек года» Данте Родригеса Данте начал драться, когда ему было всего 12 лет И был первым аборигенным кикбоксером, представлявшим Австралию на олимпийском уровне Он принес в стране серебро Они позвонили мне около двух-трех месяцев назад И сейчас они брали у меня интервью для этого мероприятия А тогда они сказали это в первый раз Я этого раньше не слышал тогда Но они спросили меня «Быть черным, громким и гордым, поддерживать огонь горящим, что это значит для тебя?» И когда я впервые услышал это, я даже не знал, что сказать или как это понять Сначала я подумал, да, мы черные Обычно мы самые громкие в комнате И мы гордимся тем, кто мы есть И теми, кто был до нас Но это еще не все, не так ли? Каждый в этом зале внес свой вклад, чтобы сохранить огонь для своих, своей земли И своих собственных ценностей в Австралии В следующем году церемония вручения наград национальной премии «Найдок» пройдет в Перте Материал подготовила Кира Хейн для SBS News На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian Ну и мы переходим дальше, но не прощаемся с главной темой этой недели Соблюдение правил этикета представителей коренных народов и жителей островов Торосова пролива Это важный шаг на пути к пониманию и уважению первых народов Австралии и их земель, на которых мы живем В этом эпизоде нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» пойдет речь об основных правилах этикета, которые стоит учитывать И благодаря которым вы продемонстрируете, что вы чтите уникальные знания и статус коренных народов Австралии В основе правил этикета коренных народов лежат этические принципы Они определяют наши рабочие и личные отношения с представителями коренных народов и жителями островов Торосова пролива Важно поддерживать эти отношения, поскольку это представители первых народов Австралии Они хорошо знают земли, на которых живут, и могут научить нас заботиться о них Кэролайн Хьюз – старейшина народа Наннавал в австралийской столичной территории Как старейшина она пользуется большим уважением за свои глубокие культурные познания Коренные народы и жители островов Торосова пролива – первые народы этой страны У нас есть система верования и культурный этикет, который восходит к истокам времен Они все еще являются частью нашей жизни сегодня в современной Австралии У государственной вещательной компании SBS есть старейшина на месте или Elder in Residence – Рода Робертс Она говорит, что соблюдая культурные протоколы, мы отдаем дань уважения неразрывной связи между коренными народами Австралии, их землей и древними практиками Мы веками сохраняли устные истории, обычаи и ритуалы И хотя все меняется, и мы сами не статичные народы, но основной посыл и философия неизмены Наша суть – это забота о стране, о нашей земле, о наших водах и небе Термин «коренные народы» относится как к жителям островов Торосова пролива, так и к представителям других аборигенных народов Но коренные народы предпочитают говорить о себе, исходя из связей со своими народами Кэролайн Хьюз говорит о себе как о женщине Нанавал Допустимо называть нас коренными народами или народами островов Торосова пролива Я предпочитаю, когда обо мне говорят как о женщине Нанавал, потому что это моя земля Моя земля – это моя языковая группа, это моя племенная группа, и это говорит другим представителям коренных народов, откуда я Кури – так часто называют тех, кто родом из Нового Южного Уэльса или Виктории Мюррей – можно услышать в Квинсленде, палава – в Тасмании Жители островов Торосова пролива – это коренные народы с островов между оконечностью полуострова Кейп-Йорк и Папуа-Новой Гвиней Преимущественно меланезийского происхождения Томас Майю – представитель народов островов Торосова пролива и помощник национального секретаря Морского Союза Австралии Представители коренных народов культурой различаются, но между культурой островитян и культурой других коренных народов есть четкая разница Жители островов Торосова пролива предпочитают, когда их признают особыми коренными народами Флаги коренных народов и жители островов Торосова пролива развиваются рядом с национальным флагом Австралии, чтобы отдать дань уважения этим особым народам Мы проявляем уважение, когда пишем слова Indigenous Aboriginal Torres Strait Islander и Elder с заглавных букв. Аббревиатуры считаются крайне оскорбительными, объясняет Кэролайн Хьюз. Никогда не сокращайте слово Aboriginal. Это оскорбление. Никогда не используйте аббревиатуру ATSI – Aboriginal Torres Strait Islander. Мы не аббревиатура, и мы очень чутки к этому, и есть очень обидные слова, которые нас задевают. Слова Касториан, Хранитель и Elder старейшина – это также имена собственные и также пишутся с большой буквы. Старейшины или Elders – это уважаемые члены общины, обладающие глубокими знаниями культуры и имеющие разрешение говорить о ней, объясняет старейшина Рода Робертс. По-нашему, старейшины – это те люди, которые научились мудрости и заботе о людях, и поэтому, когда они ослабевают, мы заботимся о них. Их мудрость и их мягкое руководство показывают нам этику поведения по отношению к другим людям. Представители коренных народов и жители островов Торосова пролива показывают свое уважение к ним, называя их анти или анкл, тетя или дядя. Людям некоренных народов целесообразно сначала спросить, можно ли использовать эти обращения. Церемония Welcome to Country – добро пожаловать на землю – часто проводится старейшинами общины, на земле которых происходит мероприятие. Церемония Welcome to Country, возрожденная в 80-х годах Родой Робертс – это традиционная церемония приветствия, которая проводится в начале мероприятий, чтобы отдать дань уважения прошлому. Это может быть речь, танец или Smoking Ceremony с поджиганием листьев. Acknowledgement of Country – это традиция приветствия в начале мероприятия или встреч, и его может произносить кто угодно. Церемония Welcome to Country совершается хранителями той земли, на которой вы находитесь, или старейшинами общины. В то время как церемония признания, Acknowledgement of Country, может проводиться любым человеком. Мы показываем тем самым, что осознаем, на какой земле находимся, показываем свое уважение к ней. Это признание того, что вы работаете или живете вместе, которое не является тем, откуда вы родом. Но это нормально. Вы все равно принадлежите этому месту, и вы признаете это и благодарите хранителей и старейшин. По словам Кэролайн Хьюз, также важно признавать историческую травму, которую пережили представители коренных народов и жители островов Торосового пролива. Очень неуместно говорить о проценте крови или даже о цвете кожи, глаз или волос, потому что наши дети выросли в нашей культуре, и это особенно для нас. Белое общество или некоренное общество отвергло этих детей, тогда как в культуре коренных народов они дары духовного мира нашим семьям, нашему сообществу, и их всегда принимают. Когда вы пьете чашку чая, добавляете в нее молоко, то это все еще чашка чая. Так и у нас. При этом, как говорит Томас Майо, не стоит бояться задавать вопросы, когда вы изучаете разные культурные протоколы. Люди не должны бояться оскорбить кого-то, если они исходят из искреннего и уважительного отношения. Можно задавать вопросы о том, как лучше всего поступать в отношении протокола с представителями коренных народов. И затем, самое важное, выслушать и принять объяснение, и двигаться дальше с уважением. Старейшина СБС Рода Робертс напоминает нам, что идея культурного протокола универсальна и, по сути, заключается в признании своего ближнего. Речь идет о доброте и сострадании. Лично для меня, как для старейшины Ууджабул, правила цикета всегда были частью жизненного цикла. И тот факт, что мы все еще соблюдаем их, дает просто невероятное чувство удовлетворения. Это дает связь с землей, но, в конце концов, я всегда говорю, что это вопрос хороших манер. Материал Мелисы Компаньоне для рубрики Australia Explained на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Большое спасибо всем, кто нас слушает. Каждый второй понедельник доктор и экономист из Университета Монаша Геннадий Казакевич рассказывает о главных событиях и темах в мире экономики. Вот и этот понедельник не исключение. Сегодня Геннадий Казакевич расскажет о том, как в Австралии возвращается инфляция. Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian о микрофонной экономиста Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. В чем причина возобновившегося роста инфляции? К апрелю инфляция сократилась до 3,6% в годовом исчислении, а по последним известным майским данным снова подскочила до 4%. Это выше, чем прогнозировали многие экономисты. И это существенно выше, чем цель резервного банка – поддерживать рост индекса цен в интервале между 2 и 3%. Более того, Австралия оказалась единственной страной среди развитых рыночных экономик, в которой индекс инфляции с декабря вырос. Чего же теперь ждать? Эксперты, которые регулярно участвуют в вопросах о денежной политике, считают, что с 50% вероятностью вместо снижения базовой ставки процента резервный банк может теперь в начале августа ее повысить. Однако те же эксперты говорят, что у резервного банка есть много причин, почему этого нельзя делать. Во-первых, прошло недостаточно времени, чтобы появился эффект предыдущих повышений. Во-вторых, повышение процента замедляет не только рост цен, но и рост самой экономики. А при тех крайне низких темпах ее роста, которые мы сейчас наблюдаем, еще одно повышение процента может привести к рецессии. И поэтому у резервного банка есть веские причины не повышать процент, а заморозить его до начала следующего года, прежде чем приступить к его снижению в феврале, если к тому времени инфляция начнет устойчиво снижаться. Но посмотрим, какие компоненты роста цен в наибольшей степени влияют на общий индекс инфляции. В течение периода с начала года до мая расходы на жилье увеличились на 5,2%, причем расходы на аренду жилья на 7,4%, продукты питания и безалкогольные напитки на 3,3%, в том числе на фрукты и овощи на 4,4%, транспорт на 4,9%, алкогольные напитки и табачные изделия на 6,7%. Я специально привожу здесь именно эти цифры, потому что они характеризуют существенную часть расходов семейного бюджета. По большей части, кроме пожалуй алкоголя и табачных изделий, они являются статьями жизненно необходимых расходов из ограниченного семейного бюджета, а рост цен на эти товары оказывается выше, чем общий индекс инфляции. До сих пор мы говорили о росте цен на рынке товаров и услуг, и до сих пор мы объясняли это структурными проблемами. Например, дефицит рабочей силы приводит к ограничению предложения. В частности, строительный сектор сейчас работает медленнее, чем растет спрос на жилье, поэтому жилье быстро дорожает. Дефицит рабочей силы также вызвал рост заработной платы за последний год на 3,5%, что хотя и не покрывает рост инфляции, но почти в два раза превышает замедлившийся рост голового внутреннего продукта. А такая разница между ростом заработной платы и экономическим ростом сама по себе является одной из причин инфляции. Между тем, влияющие на инфляцию структурные проблемы, возникшие во время пандемии, постепенно вытесняются международной конъюнктурой и инфляционными фискальными решениями федеральных и штатных правительств. И те их решения, которые приняты на начавшийся новый финансовый год, могут не решить, а усугубить проблему. Начнем с фактора международной торговли. Высокие цены мирового рынка на минеральные ресурсы позволили второй год подряд свести федеральный бюджет с профицитом. Но это означает, и что у правительства есть больше денег на текущие расходы, которые в нынешней ситуации могут оказаться инфляционными. Далее. Либарийское правительство решило реализовать принятые еще правительством либерально-национальные коалиции но модифицированный – третий этап сокращения подоходных налогов. Модификация состоит в том, что центр тяжести переносится с высокооплачиваемых категорий населения на налогоплательщиков практически всех категорий. Поэтому шансы возрастают того, что среднее сокращение налогов более чем на 1369 долларов в год не будет сбережено или инвестировано, но будет потрачено, то есть добавлено к инфляционному платежеспособному спросу. Более того, если резервному банку все-таки придется повысить базовую ставку процента, то эти 1369 долларов в год снижения налогов будут полностью съедены повышением ежемесячных выплат банкам долгов по ипотеке. На мой взгляд, более экономически грамотным, хотя и политически непопулярным, было бы отложить снижение налогов до того момента, когда инфляция будет остановлена. Мы уже говорили, что и действия правительства по помощи населению в преодолении проблемы роста стоимости жизни вместо помощи приводят к росту инфляции. Например, инфляционный эффект неизбежно вызывает обязательно для бизнесов повышение минимальной заработной платы без соответствующего роста производительности. То есть покупательная способность растет без соответствующего роста предложения, что позволяет производителям и продавцам повышать цены. В свою очередь, рост цен на компоненты производства повышают издержки производителей, и это означает, что они со своей стороны вынуждены повышать цены, даже не дождавшись повышения спроса. Об инфляционном эффекте дотации энергокомпаниям для снижения счетов каждому домашнему хозяйству на 300 долларов за год говорили многие экономисты, и мы в одном из предыдущих сегментов. Скрыть это, поскольку дотация энергокомпаниям формально снизит цену на энергию, ни австралийскому бюро статистики, ни правительству не удастся. Ведь деньги, освободившиеся от уплаты счетов за электроэнергию, добавятся к платежеспособному спросу, не обеспеченному ростом предложения. Теперь об обязательном росте выплат в пенсионные фонды наебных работников с 11 до 11,5% от зарплаты. С одной стороны, это хорошо, так как добавить в среднем 340 долларов в год в каждый личный пенсионный фонд и увеличить накопление в пенсионных фондах к концу трудовой жизни в среднем на 67 600 долларов. Это те деньги, которые добавятся к сбережениям населения и напрямую не повлияют на рост инфляции. Но ведь эти деньги не берутся из ниоткуда. Они добавятся к издержкам работодателей, а значит тоже могут повлиять на рост цен на товары и услуги. Как всем этим потенциальным компонентам инфляции, нужно добавить увеличение земельного налога штатными правительствами и налогов на собственное жилье, устанавливаемых местными советами. Оба эти налога вынуждают владельцев жилья, сдаваемого в аренду, повышать арендную плату. И это еще один компонент роста инфляции. Нельзя сбрасывать со счетов и индексацию штатными правительствами тарифов на общественный транспорт и стоимости регистрации автомобилей. А федеральные власти вынуждены соглашаться на ежегодный рост цены частных медицинских страховок быстрее, чем темп инфляции. Ведь быстрее, чем индекс инфляции, растут расходы госпиталей. Вот почему экономисты с опасением ожидают очередной публикации данных об инфляции и следующих объявлений Резервного банка о движении базовой ставки процента. Я напомню, что это был экономист Геннадий Казакевич. Большое спасибо, Геннадий. И, как всегда, очень интересный подкаст. Ну и важная новость для тех, кто живет в Мельбурне, как и я, пришла совсем недавно. Поезда в аэропорт Мельбурна могут быть запущены к концу десятилетия, после того, как ситуация с условиями строительства станции сдвинулась с мертвой точки. Аэропорт Мельбурна заявил, что поддержит план правительства штата по созданию надземной станции. До этого в течение нескольких лет аэропорт настаивал на идее создать подземную станцию. Правительство Виктории утверждало, что надземный вариант будет быстрее и дешевле, а в аэропорту считали, что подземный объект будет лучшим долгосрочным вариантом. Премьер штата Виктория Хасинда Аллен говорит, что она рада прогрессу в реализации проекта стоимостью 10 миллиардов долларов. Вот что она сказала. Я, конечно, приветствую признание аэропорта ночью и сегодня утром того, что их необоснованные требования, которые они выдвигают уже несколько лет, о строительстве станции и метро не складываются. Поэтому мы рады услышать это признание. Но последствием неразумной позиции, занимаемой вот уже несколько лет, является то, что этот проект был отложен на 4 года. Вот такая вот новость. Так что к концу десятилетия, может быть, мы здесь в Мельбурне, как и жители Сиднея, сможем быстро и удобно доезжать до аэропорта на поезде. Вы слушаете SBS Russian. С вами Ирина Бурмистрова. В конце этого месяца в Мельбурне снова пройдет уикенд Open House. Каждый год в рамках этого уикенда исторические и новые здания в Мельбурне и региональных центрах Виктории открывают свои двери для публики. Десятки тысяч людей получают возможность оценить архитектуру и город. Организация Open House Melbourne зарегистрирована как НКО и является частью всемирной сети Open House, объединяющей дни открытых дверей в 60 городах по всему миру. В 2023 году в уикенде приняли участие почти 60 тысяч человек и более 700 зданий. В субботу 27 и в воскресенье 28 июля в последние выходные месяца жители и гостей города приглашают стать исследователями города и увидеть Мельбурн в новом свете. В этом году исполняется 50 лет законодательству штата Виктория о наследии. Это важная веха для многих зданий и объектов, внесенных в реестр наследия Виктории. В этом году в мероприятии впервые очно примет участие русский дом в Фидзрое. Мы поговорили с одним из организаторов группы Young Guard Еленой Стрельниковой о том, что будет представлено в русском доме. Русский дом на самом деле официально участвует в фестивале Open House Melbourne уже во второй раз, но в первый раз мы участвовали в 2021 году. Мы даже уже висели в программе, заявляли, что у нас конкретно будет, но случился очередной локдаун, ковид, и все было перенесено в онлайн. Так что наш листинг был просто онлайн, висел, можно было прийти, послушать краткую историю дома, посмотреть видео, небольшие туры, но это было такое ненастоящее участие. И вот мы ждали еще целых три года, чтобы наконец-то окончательно поучаствовать. Мы все эти три года на самом деле готовили программу, она у нас уже хорошо составленная, будет представлять собой настоящее театральное событие. Мы получили даже грант мультикультурный от правительства Виктории на это мероприятие, так что это будет очень большой ивент в русском доме. А можешь несколько слов сказать про, собственно, само здание, которое будет участвовать? Что там такого особенного, что стоит прийти посмотреть? Да, ну, во-первых, это здание в Local Heritage List, оно очень старое, оно было построено в 1884 году. Изначально оно не принадлежало русскоязычной общине, это было здание Friendly Society, Ситроя и Коллингода, и представляло собой диспенсеры, по-нашему такая большая, серьезная аптека. Мы расскажем, что такое Friendly Society, что это за такое явление в истории британского содружества, скажем так. Это было очень большое социальное явление. По-нашему можно провести параллель между Friendly Society и кассой взаимопомощи, в некотором роде страховое, большое, добровольное сообщество, где люди на добровольных основах помогали друг другу в беде. А сейчас кому принадлежит здание? Сейчас оно уже в течение 60 лет принадлежит русской общине как такому юридическому лицу. То есть одного владельца нет, оно принадлежит всем, кто хочет примкнуть к комитету и заслуживает это своей работой на благо всего сообщества и русского дома в частности. То есть оно принадлежит комитету, получается? Грубо говоря, русскоязычное общине, ну и комитет управляет этим домом, следит, чтобы в нем все было в порядке, он не рухнул. Вовремя проводились все ремонтные работы и он был открыт для публики. Да, это один из немногих зданий вообще в мире, которые называются русский дом и при этом полностью независимы от какого-либо правительства в мире. Это максимально независимый русский дом. Мы не имеем никакой аффилиации ни с русским правительством, государством как таковым, ни с австралийским. Это полностью независимое отчуждение. В этой связи, конечно, сразу хочется спросить, а как же в этот комитет люди попадают? Вот своим трудом и желанием. Можно сначала вступить в члены Русского дома, если вам это интересно. Там просто нужно заполнить заявку, сказать, я такой-то человек, у меня душа болит за русскоязычное комьюнити Мельбурна. Вас примут, скорее всего, в это членство Русского дома. А потом, если вы будете очень активны и покажете свою заинтересованность, то можете и в комитет вступить. Давай вернемся тогда к мероприятиям. Какого числа будет проводиться ваше театрализованное действие? В какое время? Нужны ли билеты? Это будет проводиться в конце июля, во время Open House Weekend 27 и 28 июля. У нас будет три сессии в день. В 12 часов, в 13.30 и в 15.00. Необходимо бронирование, потому что у нас физически ограничено пространство. Мы не сможем пускать больше 20 человек во время одного тура. Поэтому бронирование будет на сайте Open House Melbourne. Вы можете найти там Russian House. Будет дополнительная плата взиматься в 7 долларов, но эта площадка собирается за букинг. Мероприятие будет на английском языке. Где вас будут проводить по всем помещениям русского дома персонажи из истории и из фантазии в некотором роде, которые вам расскажут об истории и самого здания, и общины русскоязычной, и в целом местности, и эмиграции русскоязычной в Австралии. Я могу рассказать про вообще сам Open House Melbourne фестиваль. Ой, было бы хорошо. Это очень большой фестиваль. Он проводится в Мельбурне с 2008 года уже. И на него обычно приходит очень много людей. В этом году ожидается больше 60 тысяч посетителей. И будет участвовать более 170 объектов по всему городу. В чем состоит фестиваль? Это здания обычно либо недоступны к широкой публике, либо просто не очень известны, но при этом очень интересны, с интересной историей или интересным дизайном. Открываются для публики вот на эти выходные дни. И по ним люди, которые имеют какое-то отношение к зданиям, проводят очень интересные детальные экскурсии. Я себе присмотрела на этот год пару зданий на Коллинз-стрит. Надо проверить, есть ли они в стиле. Да, обязательно, обязательно. Я думаю, что вообще никто, кто пойдет на этот фестиваль, в принципе, на любое здание, никто не уйдет разочарованным. Это очень-очень интересный фестиваль. Я была несколько раз, было очень здорово. Ну и мы, я уверена, не ударим в глаз лицом. Кроме того, кстати, у нас будет художественная выставка, концептуальная авторская выставка нашего куратора Виктора. Она стартует за неделю до Open House Melbourne и будет проводиться как раз в выходные этого фестиваля. И будет открыта для посетителей фестиваля. И она будет рассказывать о переживании, опыта иммиграции. Это была Елена Стрельникова, представительница группы Young Guard, которая проводит мероприятия в Русском доме в Мельбурне. Елена, спасибо. Ну что ж, наша программа уже практически подходит к концу, но успею вам еще интересную статистику рассказать. Вышел отчет климатического совета, который посвящен общественному транспорту и тому, как люди, жители разных городов крупнейших Австралии используют общественный транспорт. Так вот, согласно этому отчету, только половина из 15 миллионов человек, живущих в пяти крупнейших городах Австралии, имеют доступ к частому и круглосуточному общественному транспорту. На первом месте находится, конечно же, Сидней. 67% людей в течение всего дня часто пользуются общественным транспортом и имеют доступ к нему рядом с домом. Речь идет об автобусах и поездах, которые курсируют каждые 15 минут с 7 утра до 7 вечера в пределах 800 метров от домов. Доступ к хорошему общественному транспорту при этом заканчивается в 25 километрах от Центрального делового района. Следует за ним Мельбурн. 52,5% имеют доступ к хорошему общественному транспорту. При этом на полуострове Морнингтон и Фокнери самая худшая доступность. Ну и вообще хороший доступ заканчивается в 15 километрах от Центра города. Из тех, кто едет на работу, в Мельбурне 71% пользуются машинами и лишь 18% – общественным транспортом. В Эдалаиде хороший доступ к транспорту имеет 47,6% людей. В 8 километрах от Центрального делового района заканчивается хороший доступ к общественному транспорту. И 80% жителей пользуются машинами по пути на работу. И в Перте 40,5% людей имеют доступ к услугам в течение всего дня. 12% тех, кто едет на работу, пользуются общественным транспортом. 78% – личным. Ну и, наконец, Брисбен замыкает эту пятерку. 33,7% жителей имеют доступ к общественному транспорту близко к дому в течение всего дня. В 8 километрах от Центрального делового района заканчивается хороший доступ. Вот такая вот у нас ситуация с общественным транспортом в Австралии. Ну и в завершении нашей программы еще одна песня от австралийского дуэта «Бастби Мару». В 2007 году Томас Басби и Джереми Мару встретились в Рокгемптоне в Квинсленде. Джереми – представитель народов островов Торосова пролива. И оба исполнителя происходят из музыкальных семей. На церемонии вручения наград Opera Music Awards 2012 года дуэт выиграл в категории «Работа года» в стиле «Блюз» и «Рут» за сингл «Biden My Time», который мы сейчас и послушаем со всеми слушателями прямого эфира. Я с вами на этом прощаюсь. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Лера Швец. Хорошей вам недели. В четверг следующий прямой эфир. Всего доброго. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.